1 мая – легендарная дата. Это история борьбы рабочих за гуманные условия труда и равноправия. Несмотря на пасмурную погоду, в Уссурийске собрались на праздничную демонстрацию около 5000 горожан. Начался праздник весны и труда с флешмоба. 270 воспитанников творческих коллективов Уссурийска развернули флаг России под песню «Я, ты, он, она», после чего слова поздравления прозвучали от главы округа. «Я же пожелаю, конечно, самого главного мира, светлого неба, здоровья, удачи и добра. Чтобы у нас всегда была работа, чтобы у нас всегда был такой прекрасный, красивый город, чтобы мы его также вместе развивали и чтобы он только расширялся. И мы только радовались, радовались, а плакали только от счастья». Шествие открыли коллективы школ, детских садов и объектов дополнительного образования. В национальных костюмах по центральной площади прошли члены диаспор – азербайджанской, белорусской, татаро-башкирской и киргизской. С флагами можно было увидеть представителей партии «Единая Россия» с медалями за различные достижения местных спортсменов. С троем шли работники медицины, ресурсоснабжающих организаций. Больше 40 колонн в этот день участвовали в празднике. «Первое мая – это праздник нашего прошлого, настоящего и будущего. Видно, наверное, что я не первый раз принимаю участие в таком шествии, потому что когда я была студенткой, принимала активное участие, а сейчас вывела своих студентов на этот прекрасный праздник, праздник трудящихся». «Мир, труд, май» – это самый интересный праздник за май. «В первую очередь общение с коллективом. Дело в том, что мы работаем посменно, и хоть выпадает возможность встретиться». «Это хороший праздник, мне очень нравится ходить на демонстрацию». «Мир, труд, май» – это великий праздник, который должны все понимать, что труд – это хорошо. «Ну, это здорово, что возрождаются такие традиции, объединяет людей прийти в такой вот день и просто пройти по городу. Ну, как-то это очень трогательно, очень здорово». Напомним, история первомайских демонстраций в России началась в 1890 году. В советское время праздник стал официальным, а 20 лет назад эта дата получила новое название – праздник «Весны и труда». Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс.